Я хотел бы вам рассказать немножко про расширенные возможности и также поделиться опытом, может даже поностальгируем немножко, как пришел к опыту использования SignalR и что из этого вышло. Давайте начинать будем. Пару слов о мне. Зовут меня Игорь Фисенко, я инженер, фокусируюсь на C-Sharp и Azure и в принципе очень-очень люблю развиваться в этом направлении. Ссылки на презентации, то можно найти на сайте ifisnk.com. Ну и как вы видите, сканшот я стараюсь по максимуму загружать все, что связано с дотнетом. Но очень-очень мне нравится и уже на протяжении долгих лет каждый раз я получаю удовольствие и смотрю, как развивается, эволюционирует эта технология и связанные с этим инструменты. Также в последнее время мне, скажем так, мое хобби стало это армрестлинг. Если кто-то там знает, это преба на руках. Вот если вы есть, вы находитесь во Львове, то очень рекомендую. Это классный зал, это целая семья. Ну семья в плане людей, огромная, большая семья. Это не просто зал, к которому вы приходите и бездушно занимаетесь. То есть люди со специализацией, армспорт можно попробовать. Очень рекомендую. Для меня это в какой-то момент даже было спасение. Вот. Как шутят иногда, дешевле, чем терапия, чем терапия. Вот. Но давайте будем двигаться про нашу адженду и сигнал R. Я хочу рассказать вам, как сигнал R использовался не так, как мы обычно его привыкли и не то, что нам приходит в голову. Как мы к этому вообще-то шли. Вот. И как потом делали с командой. И расскажу про два сервиса, которые вам могут очень сильно помочь упростить вашу задачу и решить проблемы, которые могут возникать. Об этом всем поговорим. И рассмотрим вообще. Недавно вышел новый сервис. Он еще в превью. Веб-попсап. Чем он интересен и когда его применять. Вот. И сразу скажу, что... Если вы никогда не использовали сигнал R, то ничего страшного нет. Мы поговорим больше про такие 20, конечно, сценарии. Но, в принципе, разобраться и понять будет вам легко по документации. Ну, давайте начнем. Вот. Что было? Немножко отмотаем в истории. У нас была команда людей, которая занималась очень довольно интересным проектом. Я сейчас на нем не работаю, но это невероятно крутой опыт. Мы делали интеграцию между двух огромных экосистем. Правда, очень огромные известные экосистемы. И мы делали интеграцию между клаудной версией продукта и клаудной версией продукта. И получается, что один из продуктов, одна из экосистемы, имела и клауд-версию, и он-премисес, да, когда вы можете себе поставить на сервер. И все отлично работала клауд-клауд-версия. Все классно, но начались идеи говорить. У нас все-таки очень много он-премисес клиентов, которые используют инсталляцию. Давайте сделаем это. Ну, мы понимаем, что нашу клаудную версию мы вообще никак не могли задеплойить. То есть, ну, вот она физически была ограничением. Ну, и второе, что как бы сервер-сайт, ну, который клиент он-премисес устанавливается, да, то есть он был написан на Java. Мы откладывали как можно дольше, старались не думать об этом, но потом клиент говорит, вот тут вот будет проводить воркшоп, тренинг, закрытый тренинг, проводят раз в год специально для разработчиков, пообщаться с разработчиками, с продукта. То есть это тренинг был атласен, да, то есть это такой воркшоп. Вот, ну, и, соответственно, говорят, давайте приедем туда и попробуем сделать какой-то прототип, proof of concept, разберемся, как и что может получиться. Все-таки, может, сделаем интеграцию, может, ну, мы не знаем до конца продукт, давайте с ним разберемся. Мы такие, да, давайте, почему бы и нет. Ну, и, соответственно, мы приехали, это проходило в Амстердаме, вот, и куча разработчиков, куча людей, никакого, скажем так, маркетинга, все было именно как такой хардкор, как такой, знаете, хакатон, вот, ну, такая атмосфера была очень дружественная. Вот, и, соответственно, мы приехали, начали разбираться и смотреть, что как, что делать. Вот, ну, и, в принципе, мы поняли, что это все равно нереально. Вот, ну, и все, кстати, фотографии, я то, что использую, это вот как раз делали на этом ивенте. Вот, ну, и мы посмотрели и сказали, нет, интегрироваться это очень сложно, это невозможно, вот, и зачем это вообще делать, ну, его все в клауд идут и тому подобное. Но, как бы, объяснение после первого дня, что это сложно, пообщавшись с людьми, все, все, как бы, да, но клиент говорит, уже надо задеплоить, уже нужно заделиверить, это будет классно, это нужно делать. Ну, а вы знаете, как клиент говорит, нужно делать, да, то есть нужно убегать от своих каких-то таких ограничений, вот, сложно, но нужно пробовать. Соответственно, клиент сказал уже все, раз это невозможно, то, значит, сегодня вы это не сделаете, а завтра уже задеплоите. Шутка шутками, но иногда челленджи нужно принимать. И, соответственно, что делать, да, как говорят, держите, ну, тогда нас угощали хукарданом, да, то есть держите мое пиво, буду пробовать разбираться, делать все-таки. Атмосфера окружения очень сильно к этому подталкивала. Если говорить техническим языком, да, то есть какие проблемы у нас, когда мы говорим, что нам нужно интегрировать что-то с on-premises cloud? Мы в основном говорим про network. Все, что on-premises, это обычно не просто так, обычно где-то вплоть до паранойи говорят о том, что наше закрыто, мы не то, что с интернета не можем доступиться к серверу, а очень часто даже приложению, инструменту запрещают выход в интернет вообще. То есть это, как в сейфе, знаете, закрывают и хранят, чтобы, не дай бог, не то, что там кто-то зашел с интернета, а еще, не дай бог, чтобы кто-то вышел в интернет. Вот, и это очень проблема. То есть есть куча разных конфигураций, настроек, возможностей. И, соответственно, для меня это был основной челлендж. Как это решить? Как решить эту безопасность? Я не могу прийти и сказать, давайте откроем все. Вот, и я начал, соответственно, над этими челленджами работать. Там еще их было гораздо больше, но я выделил основное, что это с нетворком проблема, потому что нужно было понимать, а что же сделать, чтобы была бы коммуникация и такой туннель. Сделав небольшой такой, как ресурс, сесть, подумав, да, там, в Австердаме очень хорошо думается. Вот. Первая идея, как всегда, да, мы начинаем итеративно. Давайте мы откроем систему в интернет. Ну, наверное, не сработает. Хорошо, не сработает. Давайте настроим VPN, да, то есть, в принципе, это вторая идея, что там думает решать. Давайте настроим VPN. VPN-то классно работает, но я не знаю, кто из вас любит настраивать VPN-ы, и потом это все поддерживать, и как делать с тем, что у нас там какая-нибудь платформа за сервис клауде, и это что нужно? Каждому клиенту настраивать VPN, а не дай бог что-то сломают, там, будет беда-беда. А потому что есть доступ к VPN. Потом, в принципе, мы знаем, что есть такие вещи, как, например, Ngrok, да, когда вы можете локальные, да, там потом, кто использовал Kubernetes, там тоже есть такой подход, когда вы можете сделать такой SSH-туннель, да, и проксировать, например, какой-то ремоут-порт на вашу там машину и обратно. Ваш ремоут-порт вы можете выставить в интернет, да, очень популярный Ngrok. Я такой, ну, есть такие инструменты, значит, что-то такое можно делать, вот. И, в принципе, вы знаете, что даже на ваших корпоративных машинах, компьютерах вам не нужно там задумываться, как-то там порт открывается, какой-то не открывается, как это вообще работает. Ну, вроде бы security не нарушается, к вам не прибегают ваши админы, не говорят, что это такое, что у тебя там открыто. Вот. Ну, соответственно, это была идея. Сейчас, когда я делал эту презентацию, да, ну, и, в принципе, потом, после того, как Proof of Concept, я просто исторически, была вещь такая, как gRPC. Ну, она была давно, она появилась как, скажем так, что-то не просто такое новое, а распространенное. Единственное, что для gRPC, хочу сказать, мы еще разберем это дальше, gRPC очень требователь в плане того, что нужно обязательно HTTP 2, вот, использовать, да, и HTTPS. OnPremises очень часто вы не используете даже сертификат, используя HTTP. Вот, соответственно, это дополнительные настройки. И это было три, может, даже чуть больше лет назад. И, соответственно, тогда вообще не было такого тулинга, вот, прикольного, чтобы сказать, что gRPC, в принципе, можно взять технологию, потому что нам как раз-то нужно было сделать этот remote procedure call. Соответственно, подумав над вот этими решениями, да, то есть он с командой придумали, ну, как не придумали, такие рекварименты основные делали. Это сейчас список очень большой такой. На тот момент это было там при днях акатон. Я думал в основном над нетворком, да, что нам нужно построить какой-то такой мост, да, и нам нужна клиентская часть, чтобы она была такая self-contained, да, то есть чтобы инсталляция, настройка, поддержка была минимальной, да, чтобы, ну, нам вообще желательно, чтобы мы один раз клиенту это закинули, как-то поставили на его систему OnPremises, и все. И так как у нас доступа нет, оно все работало, все отлично, без никаких проблем, все классно, все супер, и мы спокойно себе спим по ночам, вот. И, соответственно, настройка, скорее всего, нас не пустят на сервер, то есть настройка должна быть, ну, ну, очень простая, и мы должны уметь, ну, скажем так, без доступа, да, по каким-то картинкам, по скриншотам, по факсам уметь найти проблему и быстро решить, и доставить новую версию. Вот. Соответственно, требования, как бы, понятны. Вот. Я понимал, что так как Java, я говорил, тулсет экосистемы Java, то .NET как-то сложно будет подружить, да, то есть у нас уже получается, что нужно гибридное какое-то решение, потому что разные языки, разные платформы, то есть нельзя, например, сказать, там, давайте возьмем WCF, там, да, или еще что-нибудь, и будем использовать. Вот. Это очень сложно, и мало ли будет не только Java, а шины. Соответственно, я начал думать, я ограничен по времени, у меня есть несколько, как это сказать, ночей попробовать что-то сделать, какой-то proof of concept, потому что клиент сказал, давайте результатом этого нашего хакатона будет понимание, идем ли мы в, ну, стартуем этот проект или нет. Первое, что я сделал, взял этот Ngrok, да, то есть я начал его исследовать. Во-первых, я попробовал, как эта магия еще раз работает, что можно делать, создал себе виртуальную машину, там, к клауде, закрыл ее всякими там нетворк-настройками, открыл только там HTTP, и CTPS, ну, стандартные, скажем так, да, настройки, они довольно неплохие в ажуре. Понятно, что можно еще больше это настраивать, но хотя бы так, посмотреть закрытым нетворком. Да, работает, мне понравилась магия, почитал про технологии, я думаю, а может, прям до Ngrok использовать, да, настраивать. У них есть сейчас, кстати, сервис специально для Enterprise Lean, но на тот момент, если, кстати, кто-то не знает Ngrok, я очень рекомендую идею, какая вы можете ваш локал пост развернуть в домен, который, например, вы локально у себя поднимаете, даже если вы не используете SignalR, очень рекомендую этот инструмент в вашем тулсете. Но без него, ну, и с ним можно решить очень много проблем, если вы хотите, например, показать какой-то ваш продукт, сервис, другу, сейчас мы все ремоут работаем, то вы в разных нетворках, вы можете дать ему адрес, который вам сгенерируется, и все запросы будут проксироваться секьюрно вам, на компьютер, на машину, и вы можете поставить breakpoint, вы даже можете, грубо говоря, там, в environment, в каком-то, где там, dev environment, ваш stage environment, может быть, даже production environment, если вы очень спокойны, да, вы можете какой-то сервис подменить и сделать forwarding на вашу локальную машину и поставить breakpoint в коде и проксировать через себя реквесты с какой-то системой ремоут. Вот, и, соответственно, я посмотрел, почитал, думал, это спасение, но тогда клиент написал даже в Ngrok, они не дали нам ответа, никакого коммерческого предложения, сколько это стоит, возможно ли интегрироваться, ну, и есть ли у них SDK какой-то. Сейчас, я думаю, считаться лучше, но у меня есть подозрение, что это не так уж и дешево получается. Потом, я когда искал, все-таки Microsoft Cloud, Microsoft Azure тоже уже давно делает гибридные решения, когда у вас есть, например, база данных on-premises, а вам нужно работать с сервисами в клауде, и база закрыта, и нужно какой-нибудь сделать к ней тоже такой endpoint. VPN это хорошо, но VPN это не всегда легко, просто и также производительность, ну, скажем так, пропускная способность может сильно страдать. Ну, и настраивать это сложно, это не всегда даже просто софтверно можно, это нужно железо брать. Есть сервис Azure Relay, вот, кто тоже не знает, можно его посмотреть, вот, довольно прост в использовании, я его попробовал, работает классно, но я посчитал стоимость, то есть у нас есть, например, сервер, и один сервер будет нам обходиться 10 долларов в месяц для того, чтобы построить наше решение, да, интеграция клаудсом-premises. Соответственно, ну, как-то у нас где-то минимум 1000 серверов, ну, и это уже, это уже так получается 10 тысяч, ну, и это очень дорого, очень дорого. Соответственно, я такой подумал, ну, это не варианты. Хорошо, я почитал уже проект Grow, Azure Relay, вот, и, в принципе, ничего в них сверхъестественного нету, это не какая-то магия, они используют веб-сокеты, и я что-то тоже помню, когда-то я веб-сокеты использовал для inter-process communication, когда два процесса, но даже на одной машине или на разной я использовал всякие разные, и в том числе были веб-сокеты. Они не самые, как бы, производительные, но они есть, они развиваются, это стандартный протокол, и, в принципе, Java их поддерживает, поддерживает C-Sharp и другие языки, да, то есть это что-то стандартное. Но я такой подумаю, ну, надо попробовать сделать свои, ну, получается, свой клиент-сервер, да, на веб-сокетах, тем более они по HTTP, HTTPS проходят через эти протоколы, что, как бы, не нужно открывать порты, не нужно поднимать какой-то там отдельный веб-сервер, чтобы там ваше API, например, заэкспозить, вот, ну и, в принципе, уже как-то проверят. Веб-сокет, я думаю, что все сталкивались с веб-сокетами, это популярно, вот, самое главное, что это? Это двухнаправленный, дуплекс, работает TCP, вот, это протоколы стандартные, есть веб-сокет, есть веб-сокет-секьюр, который идет через HTTPS, то есть поддерживается HTTP, HTTPS, что очень круто, использует порты 80 и 4, 4, 3, что тоже, ну, очень важно, то есть не нужно сказать, давайте откроем какой-то еще порт, да, там, ну, то есть оно у нас идет. Вот, ну, и там уже с точки зрения производительности больше одного подключения, знаете, TCP-сокет, да, эти подключения, все классно, все работает и уже проверено, ну, используется. Я такой думаю, отлично, нужно брать, нужно использовать. Такой, начну делать свой клиент-сервер, да, там, пообедов, я такой, ну, я помню, что там веб-сокеты можно, там, открыть, один поставить, слушать, есть namespace в Дотнете. Я думал, что если я смогу сделать, ну, на Дотнете клиент-сервер для начала, да, то у меня будет, как бы, понимание, вот, как и что работает, вот, и потом можно будет повторить такое на Java, например. Ну, в принципе, почему бы и нет. Начал делать и понял, насколько это все сложно, использовать просто system.network.socket. Проблем куча. Как connection переоткрыть, например, если что-то случилось с нетворком? Что, если там клиент или сервер недоступен? Как это все происходит? Как эти правильно менеджеры, там, таймауты? Потом, как вообще это все скейлить? Потому что сокеты, ну, это очень ограниченный ресурс на самом деле. Проблема в том, что, ну, вы открываете сокет и держите его открытым. Вот. Особенно в клауде у вас ограничения это очень легко достигнет. Ну, мы про это еще поговорим. И я такой думаю, сокеты, веб-сокеты, я помню, что есть SignalR. И у него один из транспортных лейеров, это веб-сокеты. Но, когда говорят SignalR, обычно что? Есть сервер, есть какая-то UI на JavaScript, и просто мы в режиме реального времени можем обновлять. Вот. И обычно это сразу у всех идет такой сценарий для этого. А я такой думаю, а если SignalR вообще развернуть и использовать вот этот весь фреймворк SDK и просто построить, скажем так, ну, сервер-то-сервер коммуникации? Вот. Потому что очень удобно, что SignalR, если у вас, например, там веб-сокет не работает, то он будет использовать long-polling, да, например, переключаться. Или будет использовать технологию сервер send events. Да, то есть это, в принципе, стандартный протокол, и он сам выбирает, переключается. Но у меня есть, в принципе, веб-сокеты, которые мне подходят. Почему не взять и, как говорят, спушки по воробьям и не попробовать? Все-таки proof of concept, там, прототип нужно быстро сделать. Возьму-ка я SignalR framework и сделаю server-to-server. Вот. Я посмотрел сразу, что client SDK поддерживает. Ну, JavaScript понятно, да, там .NET, есть Java, что нужно было, что очень классно. Вот Swift, Python, C++, если там когда-то понадобится, думаю, о, это очень классно. Есть SDK, они решают все эти проблемы, все хендлят. Когда я сейчас говорю про SignalR, то я говорю про SignalR, который вот Core. Есть две версии SPED-ов на этом. SignalR, это тот, который старенький, давно существует. Но сейчас его переписали. И SignalR, ну, Core, который, ну, он современный, он сделан с нуля, он более правильный и описанный. Вот. И, соответственно, из плюсов сразу, ну, когда берешь framework, да, то ты там читаешь, что мы даем вам сразу возможность расширения. Это очень отлично, да, то есть, например, транспортный протокол позволяет вам использовать различные, там, например, веб-сокеты, server-send events, да, или long-polling. То есть, есть всегда фоллбэк. И вы можете написать свой транспортный протокол, да, соответственно, коммуникации, взаимодействия. Мне веб-сокеты подходили, но сама идея мне очень понравилась фоллбэка. Ну, это очень круто, то есть, за меня это уже сделано. Также есть hub, это еще одна абстракция, которая отвечает за формат сообщения, потому что мы определяемся с протоколом, протоколы могут быть разные, да, и нам нужно еще, чтобы сообщения наши ходили. И формат сообщений тоже может быть разный. Чем это полезно? Например, по дефолту это используется JSON. И это, в принципе, отлично, и вы можете дебажить это все, смотреть, проксировать вашими инструментами, вот, что очень удобно. Вот. Ну, то есть, никаких таких проблем у вас с этим нет. Но если вам, например, нужно оптимизировать, да, то вы можете использовать свой формат, бинарный, не текстовый. И, например, уже реализована есть такая вещь, как месседж-пак. И так как это все уже используется уровень абстракции, вы это легко подключаете, и у вас сразу, не меняя ничего в вашем коде, те же все сообщения команды начинают ходить в другом формате, активизированном. Ну, это очень классно, когда вы просто берете этот SDK и используете, и уже все есть из коробки. Вот. Потом я подумал, хорошо, но у нас будет тысяча клиентов, да, мы, например, коннектимся к нашему клауду. Вот, у нас есть приложения, я могу их скейлить, да, и мне их нужно будет скейлить. Вот. Эти сокеты открывать, потому что на самом деле сокетов очень ограничено в зависимости от сервера, и, например, вы можете почитать Stack Overflow, у них это была огромнейшая проблема, как правильно скейлить открытые веб-сокеты, соединения. Вот. Но это такая задача, которую нужно уметь решать. Я такой подумал, хорошо, если я сам бы открывал веб-сокеты и все это делал, есть у меня один сервер, я открыл connection. Приходит ко мне другой клиент, а я, например, сделал новый instance своего приложения, вот, ну, то он попадет на другой сервер, вот, да, через лот-балансер его может отправить на другой сервер. Но хорошо, может быть такая ситуация, мы знаем, что есть такие, как понятия sticky session, липкие сессии, да, то есть когда вы отправляете запрос, лот-балансер первый раз вас отправляет, например, на сервер номер 3, и все ваши последующие запросы он будет отправлять на сервер 3. И, в принципе, для нашего сценария этого подходило, потому что у нас в основном один клиент, это одна инсталляция продукта, инстанса, может работать с каким-то там сервером одним. Но какая тут есть проблема, да, наверное, если вы используете сигнал R в задачах отличных, то вы бы, например, хотели разослать всем клиентам какое-то уведомление, да, например, или отправить какой-то там дополнительный, не знаю, ответ или запрос. И в текущей ситуации вы можете видеть на картинке, что получается, что у нас есть сервер 1, который обслуживает клиент 1 и 2, но этот сервер ничего не знает о клиенте 4 и клиенте 5. Все, он знает, что у него только 2 клиента. И это, соответственно, проблема. А если, например, у нас сервера создаются динамически, добавляются и убираются, да, стики, сессии тут не помогут. Эта проблема тоже отлично решена в уже сигнал R. То есть для вас это решить проблему, это нужно будет сделать одну строчку, добавить в коде. connection строку к Redis, например, ну и, соответственно, иметь этот Redis сервер. То есть это очень удобно, что у вас будет такой каталог, хранилище, где сигнал R сам будет понимать, сколько у него клиентов, те, какие клиенты, на каком сервере обслуживается. И вот эти инстансы серверов, сигнал R, будут сами между собой коммуницировать и взаимодействовать. Это очень-очень удобно. То есть вы получаете не просто какой-то фреймворк решения, да, а это решает целую мою архитектурную проблему и задачу. А как я все собираюсь это скелить? Потому что это очень важно. Но у нас планировалось, ну, мы понимали, что клиентов будет много. Вот. Ну, то есть тут, когда мы говорим, что тысячи клиентов, и мы говорим, что даже на одного будет открываться одно socket connection, то в рамках клауда и его limitation, ну, то это есть, ну, скажем так, есть проблемы. И, в принципе, если наш application, один инстанс, справляется с таким количеством, у нас нету каких-то сложных операций, то зачем нам платить больше и просто скейлить целые инстансы, да, на какие-то мелкие разбивать? Ну, нам это не особо нужно. Но если вашей задачей это нужно, вы можете это легко скейлить и вы можете это в любой момент подключить. Плюс тоже, вам не нужно никаких использовать дополнительных, скажем так, настроек, что-то заменять. Вы просто берете NewGet Package, скачиваете, вот, и подключаете. Помимо Redis, это то, что поддерживается Microsoft официально, но есть еще third-party провайдеры, которые могут тоже обеспечить этот backplane. Вот, вы, в принципе, можете сделать. Я посмотрел это решение, мне оно понравилось. Про скейлинг я забыл, вот, но я подумал, опять, что же, что же есть еще у нас, что, что SignalR предлагает. Вот, и на тот момент как раз появилась и вышла такая вещь, как SignalR Service, который решает еще большее количество проблем. То есть у вас есть платформа TheService, к которому вы просто подключаете всех ваших клиентов, то есть у вас отпадает вот эта проблема с backplane, вот, и ваше приложение уже взаимодействует тоже. То есть у вас появляется последник, с которым вы общаетесь, коммуницируете, и он решает проблему вот этих поддержания коннекшенов, взаимодействия с клиентами, скейлинг, открытие там новых коннекшенов, закрытие, вот, и все. И дальше он делает вот этот полностью оффлоат, и вы можете взаимодействовать с вашим приложением, ну, в вашем приложении довольно легко. Даже можно пойти дальше, да, то есть это может быть какая-нибудь Azure Function, да, в которой у вас необязательно положение должно быть поднято, например, да, и вы хотите там, я не знаю, ну, произошло какое-то у вас событие, вы там получили письмо или какой-то файл, например, загрузился в какой-нибудь ваш Storage, произошел ивент, вызвалась Azure Function, и Azure Function может разослать всем клиентам подключенным, что, ну, которые следят за этим событием, например, всем клиентам в каком-то тененте, что вот, да, файл загрузился, вы можете посмотреть нотификацию. Ну, это звучит очень просто, но сделать это на большом скейле это реально сложно. И поэтому вот такой Azure Signal R сервис позволяет как раз решить эти все проблемы со скейлингом. И чем больше я вот этот писал прототип и понимал, что оно идет коммуникация, я понимал, как это все классно. И тоже самое, что мне нравится, это инструментарий. То есть для того, чтобы сделать поддержку Azure Signal R, это одна строчка и туда прописать connection строку. Для локальной разработки я эту строчку просто не использую, и все, и у меня все так же работает. Просто единственное, что теперь мое приложение, мой сервер отвечает за эти connection. То есть я легко разрабатываю локально, потом деплою, и оно, в принципе, работает. Есть всегда нюансы, мы всегда говорим с какой-то сноской, все относительно, но оно работает, что довольно круто. Какие есть проблемы? Чтобы вы понимали, что, в принципе, я рассказал, все так довольно банально просто, но пока ты это не поиспользуешь, потому что, как вы понимаете, Proof of Concept получился. То, что у меня есть задеплоенный мой на виртуальной машине такой клиент, у меня есть сервер, и они коммуницируют на виртуальной машине, которая там, ну, я не могу адресовать с публичного интернета, я не открываю никакой дополнительный, там, не поднимаю веб-сервис, все есть, все классно, все работает, клиент доволен, он полетел к себе, я полетел к себе и, в принципе, рассказал команде, смотрите, что мы сделали, получилось, выглядит не супер, ужасно, ну, тогда мне вообще было непонимание. Мне кажется, я надругался над SignalR и использовал его неправильно, вот, но мы все равно решили пойти с этим подходом и продолжить Proof of Concept, и мы натолкнулись как раз вот на проблемы, о которых я хочу рассказать, потому что, в принципе, казалось, что все сделано, все классно, но когда вы берете этот SignalR сервис, самое, ну, есть DevTest бесплатный, да, pricing, есть стандартный платный, 50 долларов, вспоминаем, что Relay или какие-то Ngrok или похожие сервисы, однозначно они не стоили столько, здесь мы получаем, что у нас 50, да, и один юнит, да, тут измеряется в юнитах, юнит, получается, можно 100 коннекшенов, вот, поддерживать, даже я ошибся, это я читаю первые 100 юнитов всего, вот, а коннекшенов, один юнит поддерживает 1000 коннекшенов, соответственно, 1000 делим на 100, да, и получаем стоимость одного, грубо говоря, клиента, что очень, что очень дешево по сравнению с другими опциями, вот, и, в принципе, мы можем скейлить, да, то есть мы получаем вот этот бенефит клауда, что привязали карточку и просто ползунок двигаем вправо, и это решает нашу проблему, вот, наверное, хотелось бы так в жизни, да, что тоже, может быть, двигаешь ползунок, и оно решает твои проблемы, вот, какая есть проблема с этим ползунком, что, казалось бы, например, сейчас мы обслуживаем 100, ну, 1000 подключений, у нас появилось новых 10 клиентов, да, мы должны выбрать уже 2, там, 2 юнита, да, соответственно, чтобы поддерживать 2000, вот, это работает, но вот этот скейлинг юнитов, он нелинейный, то есть, например, когда у вас уже 3000, вы не можете выбрать 3000, следующее вы выберете это только 5, вот, я думаю, это сделано специально, вот, и, соответственно, вы будете платить не 150 долларов, а уже будете платить 250 долларов, да, и просто 100 долларов, грубо говоря, вы будете просто платить, а эти ресурсы будете не использовать, и вот тут вот как раз уже не такой вот прямо клауд становится, что платишь только за то, что используешь, да, ну, вот так они сделали, наверное, какие-то есть у них ограничения, я думаю, это связано с hardware, и поэтому им приходится. Также там есть огромные ворнинги, когда вы делаете даже вот этот, ну, скейлинг юнит каунта, мы не замечали особо проблем, когда мы делали скейлинг, вот, он не делается автоматически, вы не можете настроить автоматически, то есть, если вы смотрите, что у вас 7000, например, там, ну, если мы возьмем, например, там 10, да, там у нас стоит сейчас 10, мы смотрим, что у нас 9800 коннекшенов использовано, значит, только 200 новых клиентов может прийти, потому что потом он начнет рубать эти коннекшены, сервис, он не скейлится автоматически, то есть, если вам за ночь пришли 300 клиентов, то только 200 смогут подключиться, 100, ну, не подключится, то есть, вам нужно проснуться и вручную поскейлить с 10 уже до 20, соответственно, платить будете много денег уже, а использовать по минимуму, то есть, ну, такой, скажем так, компромисс, то есть, все равно получается дороговато этот сервис, ну, решение проблем стоит денег, и, соответственно, если вы не делаете, не используете SDK, да, то все эти retry придется вам самим делать, потому что коннекшены обрубаются, ну, железо поднимается, новое hardware убирается, старое, то все динамически, соответственно, коннекшены обрубаются, вот, поэтому без retry жить плохо, вот, но, как мы говорим про коннекшены, чем надо быть аккуратно, сигнал R сервиса, мы наблюдали такую картину, вы видите, как раз вот, очень хорошо она видна на графике, вот, что что-то происходит, потом раз, такое чувство, как половина клиентов просто отвалилась, а потом раз, 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 мы растем, вот, потом опять что-то произошло, отвалилась. Мы потратили на это очень много времени, команда, ну, лучшие люди реально над этим фокусировались, потому что это была какая-то магия. Вот это падение, например, это мы деплоили наш сервер, да, то есть, соответственно, коннекшены умирали, вот, потом они потихоньку переключались, вот, и, как вы видите, да, то есть, ну, оно не было так, что, например, у нас было там тысячу коннекшенов, мы задеплоили новую версию, оно упало, и потом снова стало тысячу. Обычно ставало там 700. Потом мы смотрели по логам и пытались сопоставить, нам показывают, что, например, у нас там 10 тысяч коннекшенов, а реально у нас всего 5000 клиентов зарегистрировано. Откуда еще там подвоенные коннекшены? Вот, и было много проблем, мы и разбирались из SDK, мы использовали Javish на SDK, вот, нетовская SDK была хорошо написана, вот, более-менее, а Javish на SDK была не очень написана, и мы, как бы, сами не Javish и, соответственно, были с этим проблемы, да, потому что там были баги, неправильное использование, вот, и, соответственно, какие здесь есть нюансы, да, то есть, если вы не диспоузаете правильно ваши ресурсы, то коннекшены у вас только растут, и они не закрываются, и они висят. И, соответственно, как видите, это может очень сильно ударить по цене. Вот. Дальше какая проблема? Реконнект. Если упала коннекшен, упал коннекшен, то реконнект. Сначала его даже в SDK не было. Приходилось делать свой реконнект, и это выглядело очень ужасно, и мне, ну, в какой-то момент, пока не было сделано в SDK этого, то приходилось как раз иногда делать перезагрузку, чтобы кинуть вот эти умершие коннекшены, которые, ну, никуда не ведут, они бесполезны. Вот. Ну, и, соответственно, это такая беда. Вот. Нужно, скажем так, с этим осторожно быть очень четко, потому что если вы не закрыли коннекшен, то его никто не закроет. Вот. Испоуз. И есть без практики, как это делать, надо читать документацию, то есть оно не идет. Очень легко это получить такую проблему, например, если вы используете какой-нибудь сервис-лесс Azure Function. Вот. Ну, и, соответственно, обновляйте SDK как можно чаще, там, ну, когда этот продукт активно разрабатывается, сервис, то никак без багов, и, соответственно, помимо новых фич, да, появляются и фиксы для старых. Вот. Проблем. Что, что, что делать, когда вы не знаете, как дебажить ваш сигнал в сервис? Потому что все, что вы можете, это только вот к нему подключиться к коннекшен-строка и зайти в портал, а в портале, ну, не очень много там информации какой-то можно найти и есть. Вот. И вы даже не знаете, в чем проблема, почему клиенту показывает, что он не может подключиться к сервису и интеграция не работает, продукт, который мы разрабатываем. Вы можете использовать сервис health, да, то есть у вас вот есть instance name, который вы создаете в портале, и к нему идет public endpoint, который health, и вы можете получать этот health, если, например, что-то идет не так с вашим сервисом, мониторить, потому что это реальная проблема, да, это ваше, ну, сердце вашей системы интеграции, то есть если он упадет, этот сервис, то, соответственно, все-все коннекшены обрубятся и не будет работать. Они работают над тем, чтобы улучшать логирование, и сейчас вы можете сразу зайти и в портале повключать логи самого сервиса, то есть он будет писать дополнительную информацию, например, ваш лоб сторож, вы можете подтуда читать и сопоставлять это все. Также SDK позволяет включить сразу логи в вашем клиенте, что очень удобно. Но, что неявно, да, обычно, но не стоит об этом забывать, на самом деле вы используете WebSocket протокол, да, ну, вот мы использовали, и это стандарт, то есть это не то, что вы придумали, и если вы используете не бинарный формат, а текстовый формат, вы берете любую HTTP Proxy to Loo, как Fiddler, я бы рекомендовал Fiddler, и там есть возможность прямо все мониторить WebSocket и коннекшены, что приходит, что уходит. Если вы разрабатываете SUI, например, да, то есть у вас интеграция вашего JavaScript, то вы можете открыть Chrome DevTools, да, ну, в принципе, все Chrome-based браузеры, которые up-to-date, там уже тоже есть поддержка прямо дебага WebSocket. Вот, смотреть, что уходит на сервер, что приходит, и это очень-очень удобно. Вот, так что, в принципе, в этом есть плюс, что вы когда используете, например, текстовый формат, а не бинарный, вы можете это все помониторить и смотреть, что идет, что уходит. Вот. И напоследок я хочу вам рассказать про другой сервис, на который вы можете наткнуться, да, и после этого перейдем к вопросам, да, может быть, порассуждать. И я вам покажу еще такой, как бонус, один кусочек. Это код, который офусирован, но какая проблема с SignalR, который столкнулась, который нам пришлось решить. Вот. WebPubSub запустили на базе SignalR, Azure SignalR сервиса, но идея такая, что здесь именно чистые WebSocket. Вот. И это как раз реализация очень легко Publish Subscriber. Вы получаете все бенефиты Azure SignalR с точки зрения WebSocket Connection, Hanging и тому подобное, но это чистые WebSocket. То есть, например, у вас написан сервер-сайт, вы можете там использовать SDK, а можете просто открыть напрямую WebSocket, как, например, в JavaScript есть API, вы открываете WebSocket, и все, и вы начинаете слушать его, писать, читать. То есть, это такая абстракция, которая позволяет вам, ну, быть что-то меньше, чем, ну, SignalR и более нативно, да, то есть, это менее такая обертка над вашими WebSocket-ами. Вот. В принципе, есть очень хорошие темы. Мы можем, ну, посмотреть, разобрать кусочки кода и свои нюансы. Вот. Вот. Зачем этот нужен сервис? Вот. И я говорил про SignalR, а тут еще один сервис. Что бы я вам рекомендовал? Если вы пишете ASP.NET Core, если вы используете C Sharp, ну, .NET, и вам нужно, например, тот же Publish Subscriber построить, берете SignalR. Если вы пишете, например, там, C Sharp, JavaScript, Node.js, Java, другие языки, вот, и вы будете работать с WebSocket-ами, вот, и, например, для него нету SDK SignalR. Или вы, ну, понимаете, что SignalR это, ну, сложно затаскивать. Если вы хотите какой-то сделать там свой протокол, вот, то тогда есть смысл начинать использовать Azure WebAppSupp. Это, по сути, вы используете WebSockets, да, но, соответственно, очередной прокси. Вот. И давайте я сейчас переключусь чуть-чуть и расскажу, какая проблема с SignalR сервисом была и как вы ее можете решить. Такой псевдокод, он не особо компилируется. Смотрите, у нас интеграция была и отправлялись и команды. И нам на команду всегда нужно было дождаться ответа. То есть у нас есть request и response. Как вы понимаете, SignalR, он не такой, как ремонт, просить же колл, да, это полностью синхронно и event. То есть вы отправили event серверу, например, или, ну, и, соответственно, сервер вам может отправить event, да, то есть вы как, не то, что там у вас есть кто-то там такой основной, а кто-то второстепенный. А, вы коммуницируете, у вас просто дуплексный канал, и вы можете отправить вопрос какой-то, и потом вам могут его, ну, на него ответить там через время, могут не ответить, может быть, ответа не нужно. И это концепция такая вот полностью синхронная, полностью на событиях, то есть у вас просто канал открыт. Нам нужно было всегда отправлять request и получать response. Для нас это было важно. С текущим SignalR SDK это сделать невозможно. Там есть стриминг API появилось, а на тот момент это было что-то, ну, сложное и непонятное, и как оно вообще решает нашу проблему. Вот тоже мы пробовали разобраться, не особо у нас вышло. И SDK тогда был не такой хороший, вот как сейчас. Вот. И что мы сделали? Ну, мы как бы сделали такой request-response, мы отправляем request, создаем какой-то ID-шник, и потом нас ждем на все ответы с респонсом, с этим ID-шником и матчем. И благо у нас в .NET есть невероятная крутая вот эта... Ну, кто-то ее, может, не любит, но я считаю, что это очень классный подход. Async await, да, и вещи, которые мы можем делать и писать. То есть выше в коде мы все равно пишем вот какой-нибудь там вот send request and wait for response, а в этим это, вот, и для нас это выглядит как будто, ну, это какой-то просто request-response операция, то есть использовать довольно удобно. А вот так, как я говорил, у нас есть серверная ID-шка, вот, сообщение, которое мы хотим отправить, ну, и, соответственно, результат мы хотим получить, cancellation token, ну, и так как нам нужно это все трекать, есть concurrent dictionary, где там ID-шка реквеста, вот, ну, и, соответственно, так как это текстовый, то на этот реквест мы должны получить response, вот, и используем task completion source. Ну, соответственно, мы получаем, например, да, давайте разберем, как это все равно можно сделать в этой модели, мы получаем connection ID, это сервер ID. Сервер ID получался при инсталляции нашего клиента, компонента взаимодействия, мы генерировали уникальный сервер ID, чтобы характеризовать клиента, которому мы должны отправить. По сути, это можно воспринимать как tenant ID, да, то есть это какой-то organizational ID, то есть есть у нас компания там A, да, и все пользователи в этой компании A работают с одним и тем же сервером ID, да, который мы знаем, и мы можем отправлять туда информацию. Потом у нас есть task completion source, мы создаем, да, вы знаете, task completion source, это как это сделать, как асинхронно, можно ли конвертировать в такое вот, у нас была такая модель, он event begin, он event end, да, и вот как раз ее, чтобы конвертировать в task based, да, такое, в task асинхронный процесс, вот можно использовать этот как раз task completion source, вот, ну и мы для каждого реквеста создаем новый identifier, добавляем, говорим, что вот мы теперь отправим такой реквест, да, и когда-то нам должен прийти респонс с таким identifier, мы будем знать, ну и, соответственно, дальше там, я думаю, все знакомы, что мы клиенты connection ID, который мы храним у себя в базе, отправляем наше сообщение, нашу команду make request, передаем дополнительную информацию и сообщение, которое мы отправляем. Это мы отправили, ну и потом нам надо, соответственно, дождаться того, того, чтобы нам клиент отправил сообщение когда-то назад, но мы не можем ждать вечно, поэтому мы используем сам constellation, да, выставляем, ну и, соответственно, объединяем два токена, потому что у нас еще вверху скоб там передаем, это все детали реализации, да, но так как это, это не обязательно для дема, но так как это рабочий код, да, лишнее там точно повыкидывал всякие логирования, потому что мы этими логами, ну, просто старались все обмазать, потому что такую вещь дебажить очень сложно. Написать легко, вот понять, в чем проблема, дебажить нужно очень много логов, поэтому в основном вот здесь вот здесь все пустые места, это было логирование, да, мы создаем дилей, потом, соответственно, если у нас там нужно не забыть задиспоузать, cancel, вот, если у нас наш оригинал таск вернул, вернул респонс, наш timeout cancellation, кстати, очень часто забывают, если делает такую вот операцию, да, когда создают дилей, вот, но то надо не забывать этот дилей таск тоже консолить, потому что они потом висят, ну, и едят ресурсы, вот. Ну и, соответственно, наш респонс, что мы получили true и наше сообщение, вот нашего таска, который мы создали, объединили. Ну и, соответственно, в любом случае мы упираемся с этого словаря, чтобы тоже не держать референсы. Ну и вот тут вот мы подписаны, что когда мы получаем результат, ответ от нашего сигналара, ну, вообще, когда от нашего клиента приходит какой-то результат, то есть вы понимаете, да, мы им там, например, 10 сообщений отправили, и все, и мы просто занесли у себя словарь и ждем, когда кто-нибудь ответит, и на любое сообщение, которое приходит нам от этого клиента, мы смотрим, ага, а вот это сообщение мы как-то вам там отправляли, вот такое ID, ага, это относится к этому. Тогда мы этой таске установим, что вот response, да, вот это сообщение. То есть здесь такая, ну, модель довольно сложная, но, в принципе, мы конвертируем достаточно простой API-метод такой более высокого уровня, который удобно использует, то есть у нас дальше в коде все идут, что send request and wait for response, и все. Или мы там по таймауту падаем, вот, или мы получаем этот респонс, и что-то с этой командой делаем. Отправили команду, например, connect, она нам присылает там success, мы такие, о, success. Или мы отправляем, верни мне все записи там по фильтру для этого пользователя, и оно делает там все на сервере, получает нужную информацию и возвращает нам нужную информацию, и мы с ней уже работаем дальше, вот. То есть это вот такая вот идея. Можно ли это сделать на WebPops? В принципе, тоже самую логику можно сделать, вот. Но я бы все равно использовал SignalR, потому что это все-таки SDK, который, например, имеет fallback, который может настраиваться, вот. Вот, я могу легко подключить MessagePack. Посмотрим, как будет WebPops развиваться, вот. Но если вы делаете, например, просто там интеграцию с вашим UI каким-нибудь, да, то вы тоже можете использовать. Но тут главное понимать, что четкий фокус на WebSocket API, вот. Вот, но зато из плюсов, если мы посмотрим, например, вот тут вот исходный код. Эти ссылки все будут, вот. Если посмотреть на исходный код. Оно отдельно тут JavaScript файл. Давайте я какой-нибудь вот этот открою. Просто показать, что когда WebPops используется, и чуть сделаю больше. Основная идея, что вы используете как раз все, что я описывал, вот эти, вы решаете проблемы с помощью WebPops с точки зрения скейлинга и тому подобное. Вы не думаете о вашем, ну, транспортном скейлинге, о всех этих вещах, катакола. Вы просто знаете, что вот у меня будет endpoint, который я верну. И WebSocket, вот, new WebSocket, это, ну, это не какой-то там объект, что вы скачиваете какой-то там SDK и тому подобное. Вы можете скачать для WebPops саба Azure свой SDK, но вам это, ну, не нужно. Вы используете стандартный WebSocket, какие-то стандартные инструменты, которые у вас есть уже в вашем языке и реализованы. То же самое я могу на C-Sharp открыть тоже WebSocket и начинать с ним работать. То есть это такая идея, что, например, вы сказали, вот мы открываем такое соединение по WebSocket, такой-то у нас протокол взаимодействия, все. И, в принципе, работаем. То есть не надо никакой SDK скачивать и тому подобное. Это очень удобно, если вы, например, хотите выставить интеграцию с какими-то серпатиями, вам не нужно делать эти SDK, людям разбираться, что такое сигнал, ад и тому подобное. Вы просто говорите, вот у меня есть WebSocket, на каком языке вы пишете, все класс, просто открываете WebSocket, я вам даю URL, и дальше вот наша спецификация. спецификация, я ожидаю, вот, например, формат вот такой, да, там, то есть сообщений, там, давайте какой-нибудь посмотрим. Вот, да, например, что договариваемся, что у нас формат такой, да, я там отправляю, например, тип команды, группа, куда подключиться, ну, и, например, там, какой-нибудь аккаунт ID, вот. И, в принципе, да, и там, я знаю, что если я получаю, там, информацию, например, и, ну, вы, скажем, сами дефайните свой протокол, ну, или используете существующий протокол, который в WebSocket 1 предлагает протокол, ну, для построения, кстати, вот он тут и описан, да, что тип команды, там, например, группа, аккаунт ID есть в документации. Ну, и даже когда вы, если вы работали с Azure SignalR сервисом, да, то довольно легко понять, это SignalR сервис, да, создан, то, когда вы открываете WebPopsApp сервис, вы получаете все то же самое, за исключением, там, незначительных отличий. Даже те же самые проблемы со скейлингом, да, если мы посмотрим, ну, если мы выберем стандартный, да, там, ну, то же самое ограничение всего 100 юнитов, да, по 1000 коннекшенов, это значит 100 тысяч коннекшенов, ну, чуть дешевле, 100 тысяч коннекшенов, вот, которые вы можете максимум, ну, сделать с одного инстанса, ну, с одного сервиса, да, такого ресурса в Azure. Вы можете создать несколько, вот, например, для SignalR очень удобно поддерживать, и вы можете создать несколько SignalR сервисов и, например, сделать high availability, если этот SignalR падает, да, то это все уже есть в SDK. Ну, и в презентации, в которой мы пошарим, есть дополнительные вещи, которые я не вносил в презентацию, да, посмотреть это Message Pack обязательно, про Cloud Events спецификацию, как раз Cloud Events спецификация – это интересная вещь, то, что какие-то такие, да, ну, хорошо иметь однотипные и одинаково. И есть Cloud Events, которые поддерживают разные компании, и они сделали неплохую спецификацию, вот, в плане того, как и что работать, какие где поля описаны, как нужны их названия, и, например, WebObsApp делает реализацию поддержки этих Cloud Events, то есть, что стандартизация небольшая. SignalR, что Core, что Azure сервис очень хорошо описан на GitHub, я тоже ссылки прикладываю. Я не хотел тратить время на то, что вы можете почитать и посмотреть, если вы ни разу не запускали SignalR, например, ну, Azure SignalR, как его запустить, подключить, это одна строчка, и есть это прямо в документации, ну, очень удобно, нужно указать к строку подключения. И очень интересная вещь, если вы не знаете, подходит вам SignalR или нет для ваших request-респонсов, да, и для вашей пропускной способности, есть benchmark-тула, тоже написанная, поддерживается Microsoft, который вы можете настроить, запустить на вашем сценарии, посмотреть, что это будет, сколько вам нужно сервисов, а можете ли вы получить ту необходимую, там, например, latency, и, ну, подходит оно вам, скажем так, или нет. Вот, и, в принципе, у меня все, и я думаю, что время переходить к вопросам, которые у нас в этом отдельном чате. Да, начинается же писание в чате, да, только я попрошу зачитать, будь ласка, и в голос, чтобы на видео тоже сбереглось. Да, да, это у нас в чате, и сейчас я посмотрю. И, друзья, если кто-то хочет, чтобы я уменьшила микрофон, натискайте Raise Hand. Так, 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 это сказали, какая улица ответили. Так. Замясь того, чтобы сберегать Connection ID, можно выкрустовывать группу. Я думаю, это комментарий в том, где был сервер Connection ID, вот, или там, наверное, был комментарий Connection ID, который имеет отношение к том, когда мы реквест сделали, респонс. О, Александр, руку поднял, можно размьютить. Александр, добро пожаловать. Привет, слышите меня? Да, имеется в виду, что часто вижу, пытаются хранить Connection ID для какого-то юзера. Самый такой лайфхак – это просто создавать группу с юзер ID и сохранять Connection, ну, автоматически сохраняется Connection ID. И тогда все, что нужно отправить к юзеру, просто отправляешь на группу, указывая юзер ID, и все. То есть не надо отдельно в базе данных где-то хранить эти Connection, менеджить их живучесть и так далее. Мы в базе, получается, не хранили Connection, у нас был только сервер ID. То есть в нашем случае один юзер – это один сервер. Я вот и говорю, что мы SignalR перевернули, и мы, то есть у нас это была сервер-то-сервер коммуникация. И получается у нас в каждой группе… Нет, это валидно, и я считаю, это правильно, что мы проговариваем, потому что не все так захотят использовать, например, как мы SignalR. И если у вас, правда, это юзер, то есть как, наверное, мы привыкли к такой сценарии, то это очень хорошо, и можно объединить в группу, например, в группу админов и отправить всем в группе. То есть SignalR может такие штуки делать очень легко и резолвить. В нашем случае это, получается, просто был один юзер, то есть это одна серверная инсталляция, то есть был бы один юзер, одна группа. То есть, ну, я понял, да, это классное замечание. То есть если вы, например, там работаете, и вы можете разгруппировать, то обязательно сохраняйте группу, конечно, не нужно отправлять. Даже можно делать для одного юзера группу. Ну, просто у одного юзера может быть несколько коннекшенов ID. То есть у него может быть несколько табов, у него могут меняться коннекшены ID. Вот, и чтобы это все не хендить, можно просто поставить группу и на он коннект, он дисконнект, хендить эти вещи, да и все. Ну, оставить это на самом SignalR. То есть он сам знает, кто у него в группе. Да, да, абсолютно валидно. Просто в нашем случае это как раз было, то есть у нас инсталляция, у нас эта ID-шка генерировалась, она была вот такая вот жесткая, и у нас всегда, да, на компании был, грубо говоря, один юзер. Вот, и тут как раз получается авторизация хаба SignalR with Azure SignalR, да? Такое еще наступное питание было, да, Александр? Да, да, тоже у меня было. Ну, с обычным SignalR работал плотно, а вот с Azure SignalR не приходилось. Вот, меня чисто интересует вопрос вот по авторизации. Наверняка есть какая-то заморочка. Да, оно получается, что происходит, да, если мы отмотаем сейчас, мы экран еще видно, вот сюда отмотаем. У Microsoft есть документация, как происходит авторизация, но какая здесь идея, да, то есть когда клиент к нам приходит и подключает к нашему предложению, говорит, я вот хочу открыть connection, да, то мы ему возвращаем URL с токеном и URL для подключения к этому сервису Azure SignalR. То есть получается клиент к Azure SignalR коннектится по, ну, как раз вот с этим токеном. То есть просто так вы в этот SignalR не сможете Azure получить. И вот middleware, которая отвечает за вот эту интеграцию с Azure SignalR сервисом, она как раз и сделает вот этот редирект. А ваше приложение работает, как и раньше, да, то есть, ну, тут добавляется дополнительно только вот необходимость в том, чтобы ваше приложение и Azure SignalR сервис работали с этим токеном. там вот возвращается. Я думаю, что я даже, у меня тут есть браузер, Azure SignalR Service. Нет. Я это просто вынес, так, она, наверное, была то. Не могу сейчас это быстро найти, но я надеюсь, что она где-то здесь у меня нет, это я попадаю на то же самое. Концепты, сервис мод, секьюрити. Это была очень хорошая. Негащиейт, клайн-коннекшн, трансмит. Тут такой вопрос, надо ли что-то делать на стороне с бэкэнда по авторизации, либо тут с точки зрения, ну, на клайн-сайте достаточно. точно. Ну, тут ничего дополнительно делать не нужно, ну, то есть, в этом огромный плюс, да, то, что оно проксируется, то есть, тут достаточно использовать вот эти, ну, как стандартно, как и используется ваш подход, то есть, в этом плане Azure SignalR, он прозрачен, вот, то есть, он не добавляет каких-то специфических вещей, единственное, что добавляется, но для нас это очень сильно прозрачно, то, что, когда дается подключение строка к клиенту, то здесь еще будет токен зашит, с помощью которого он получит доступ к самому сервису Azure SignalR. Это, чтобы не было того, что просто вы можете в SignalR анонимно, скажем так, постучать, но это произойдет после того, как ваш апсервер даст ответ и пройдет все ваши авторизации, то есть, а так, нет, ничего дополнительно делать не нужно. Окей, спасибо большое. Так, яка видмини снимешь Azure PopsApp и SignalR сервисы. На самом деле она практически одинаковая, вот, то есть, если мы посмотрим прямо сейчас, надо нажать сюда, то здесь получается, оно еще загружается у меня интернет, 49, да, там 50 чем-то, но смотрите, тут есть разные, технологически это все вокруг WebSocket, вот, но здесь есть разные ограничения, да, если мы в SignalR говорим про месседжи, да, то тут они уже говорят про килобайты, да, сколько там included outbound у вас есть, connection все одинаково, это можно сравнивать, здесь уже говорят про размеры сообщений, потому что сообщения ваши, ну, такое понятие, как сообщения уже никто у вас, нету понятия, да, в WebSocket, вот, потому что вы там сами решаете, когда еще сообщение, а в SignalR, а видите, оно даже, самое интересное, почему она меняется, потому что у меня на скрешете была другая, то есть она сейчас даже, по-моему, одинаково, ну, вы знаете, да, что зависит от типа подписки и тому подобное, вот, разных всех вещей, да, она одинаково получается, вот, то есть я думаю, что там даже одинаковое, ну, скажем так, железо и архитектура сама того, как скелить WebSocket, это просто другая обвертка, то есть так оно выглядит, абсолютно цена идентична, вот, чем она как-то так меняется, потому что у меня по презентации другая цена отдел скриншот, вот, так что, в принципе, цена одинаковая, потому что задачи не выполняют одинаковую, просто забрать всю вашу проблему и боль, связанная с WebSocket, так, посмотрим дальше, что можно обмежать кількість поведомлений, что можно обмежать кількість поведомлений фуллину меж сервером и клиентом, выкористовуючи сигнал R. Стандартного решения нету, насколько я знаю, и вам придется свою логику реализовать, свою писать, чтобы ограничивать, потому что тут не идет request-response, да, а мы как два человека становимся между собой и мы начинаем говорить, да, то есть разговаривать между собой и причем на самом деле вы можете даже это там не слушать, а говорить в ответ, да, и вы просто так фразами перекидываетесь, да, и, скажем так, обойдите у себя и пытаетесь сопоставить, да, но на самом деле вы можете одновременно говорить, кто-то может не говорить, даже не слушать вас, но вы будете продолжать говорить, и я тут не уверен, что это правильный подход, если в плане чего-то ограничивать, да, можно, ну, в зависимости от задач, может, я неправильно понял, да, можно сказать, что мы там не принимаем больше сообщений, вот, но это придется вам самим делать, если какой-то сротлинг делать, то, ну, то это, наверное, немножко, немножко другое, вот, ну, SignalR, это, наверное, ваш механизм, ваша спецификация, это ваш интерфейс взаимодействия, да, то есть, ну, даже не интерфейс, это такой вот контейнер, который позволяет вам обмениваться этими сообщениями, то есть, вы складываете их и отправляете, вот, ну, Роман, я могу что-то это, ну, упускать, если что, мы можем, ну, продолжить эту беседу, ну, размьют, если я бы очень хотел попробовать, ну, правильно понять и дать ответ, вот, пока зачитаю следующий вопрос от Антона, вопрос, есть ли возможность используя примитивый SignalR, Hub, делать коммуникацию с сохранением состояния, то есть, соединить клиента с сервером, позволить им отправить друг другу несколько сообщений в определенной последовательности и стоит машин в рамках одного коннекшена, а позже задиспосить Hub. Ну, получается, да, то есть, как раз я вот этот код, который показывал, ну, в нем-то, и вот как раз и идея, что мы вот это спрятали и сделали, вот, то есть, мы как раз храним, у нас вот, айдишка, айдишка, мы знаем клиента нашего, кто подключился из сервера, получается, мы знаем эту, ну, айдишку, кому куда отправлять, вот, и мы, получается, можем настроить так, что мы отправляем, вот, ну, мы просто отправляем сообщение, мы отправляем текст, да, но внутри как раз он разбивается на эти сообщения, вот, и мы можем сделать для себя состояние, что вот, ну, надо выйти там, когда мы получим такой-то, ну, ответ, или не будем получать ответ. Если это просто отправить в одну сторону, то есть такое понятие, как стриминг API, а для дотнета оно вообще сделано классно, оно использует как раз вот эти асинхронные и нумераторы, то есть вы просто легко делаете авейты, то есть это даже уже, я сейчас отвечаю на вопрос, понял, что я все пытаюсь к тому кастомному решению отвести, если просто нужно стримать данные какие-то, то для этого уже есть стриминг API, оно есть в SDK, и оно оптимально, оно круче, и оно лучше, и, ну, производительное, не надо писать самому, то есть вы говорите кому, и просто будете стримать, данные, вот, то есть посмотрите в сторону стриминга API, вот, выглядит это то, что как раз нужно вам, вот, и вопрос, связанный с предыдущим, если сигналарм так делать не получится, так хабы обычно трезитивные, если я ничего не путаю, если какой-то фреймвор, а, я так понимаю, состояние хранить за хабом, ну, тогда ваше состояние нужно вынести за хаб, я теперь, мне кажется, более понял уточнение, вот, то тогда надо состояние вынести за хаб и хранить там, вот, это, это получается так, вот, фреймворк, настройка сигнала, который делает такие, такие вещи, вот, тут у меня я немножко чувствую, недопонимаю, что вопрос, если состояние, еще раз прочитаю, позволите нам правильное сообщение, позволяю последовательность, так, а нам нужно делать коммуникацию с сохранением состояния, ну, сейчас мне это выглядит, что вам нужно просто это состояние хранить, ну, это ваша какая-то бизнес-логика, и вам это состояние все-таки нужно где-то хранить, у вас должно быть хранилище, это состояние, в зависимости от перехода вы всегда можете, ну, вызывать, получать этот хаб, ну, мы, по сути, то же самое делали в нашем случае, да, то есть, у нас какое-то было состояние, мы переходили с одного в другое, да, мы всегда этот сервер IT connection передавали, то есть, это может быть, например, там, не знаю, домен какой-то, да, пользователя, в нашем случае, мы по домену пользователя, ну, например, берем его user ID, да, с нашего AD, и домен пользователя мы всегда могли транслировать в сервер, ну, в connection ID, да, вот по серверу мы знали, что для всех этих доменов вот такой вот сервер, такой клиент нас слушает, и мы как раз отправляли вот в состояние, и вот тут мы как раз этот хаб передавали, и хаб нам нужен только был как раз для того, чтобы отправить сообщение, получить, и он потом сам, ну, диспоузуется, потому что мы его через DI подключаем, вот, то есть, ну, это можно точно, да, вот, ну, самому, конечно, это делать, вот, мне кажется, я тут разбил вопрос на две, поэтому два направления, стриминг API, и еще вот, ну, то, что имеет отношение все-таки к состоянию, потому что у нас как раз это и была такая машина состояния, в которой мы переходим с одного в другое в зависимости от того, что делает пользователь. Так, ой, это есть презентацию, я имею в курсор, вот, можно выкористовывать Redis заместь Azure SignalR для сборегания коннекшенов. Это немножко разные вещи. Azure SignalR, он, это не просто сохранение коннекшенов. Azure SignalR это целый сервис, это hardware, это физическое hardware, которое поднимается для того, чтобы менеджить ваши коннекшены. WebSocket, вот, то есть, смотрите, вы поднимаете один апсервис, у вас ограничение 100 сокетов. Вот. Вам нужно тысячу клиентов, значит, вам нужно поднять еще 10 апсервисов, это дорого. И вы их не будете юзать, а просто поднимать их ради коннекшенов, но это бессмысленно, ну, неоптимально, скажем так. И для этого приходит сервис, который не делает никакой логики, но выставает для вас профси и просто отвечает за вот эти коннекшены, просто хардверно за эти коннекшены, чтобы держать открытие эти сокеты и просто коммуницировать вами. То есть, а также вы используете одно приложение, а 10 тысяч коннекшенов вы держите на специальном для этого железе. То есть, это немножко разные вещи. А Redis тут использовался для того, чтобы как раз шарить коннекшены ID для всех серверов. то есть, когда вы используете Azure SignalR сервис, вам не нужен уже Redis. Но, например, вы не можете использовать Azure SignalR on-premises. Все-таки, если вам нужно это сделать on-premises, или вы поднимаете это в каком-то клауде другом, и у вас вообще никак доступа нету к SignalR, потому что даже если у вас хостится ваше приложение AWS, то вы можете до сих пор использовать Azure SignalR сервис. Просто единственный сервис в Ажуре. Но если у вас вообще нет такой возможности, то вам обязательно нужно будет уже поднять Redis в вашей инсталляции где-то там отлично от клауда. Я думаю, что Роман я ответил на вопрос, если что, то можно. Так. До речи на рахунок те задачи вы решили по SignalR вы таки вышли за межи звичайного налаштования сервера. Вы выкористовывали пейплайн в данном выпадке Redis, для какого такие відкрываты порт. Мы Redis для SignalR вообще не использовали. Это то из вариантов я рассказывал как раз про скейлинг. Это когда решал. И в принципе такая была проблема как это все скейлить. Потому что я знал, что есть вебсокеты. Я когда-то читал тот момент, что Stack Overflow с вебсокетами очень долго мучились и это очень сложно. Я думал, как все это скейлить. И соответственно итеративно решал эти задачи. Сейчас я думаю, что мы чуть больше разобрались. Мы Redis не использовали для того, чтобы хранить коннекшены. У нас был как раз SignalR. И мы в принципе всегда знали, что мы отправляем. У нас нету такого браткаста, как это называют. То есть на группу браткаста у нас не было. У нас всегда группа создавалась из одного пользователя. Этот пользователь был постоянно. Потому что это физический инстанс. Например, вы используете Jira вашей компании, организации, серверную инсталляцию. Она одна заинсталлирована и все. Вот это и будет как раз сервер ID connection. Так что в принципе для Redis мы Redis не ставили и в принципе открывать. Ну и также даже если мы Redis бы использовали, это все равно в клауде у нас. Потому что самое сложное было это то, что коммуникация с OnPrem и клаудом. Вот чтобы она работала. Так, Антон еще пишет вопрос. Сейчас тут клиент получил hello send my state x. Такой диалог описывает. То есть if received do that server send hello Да, 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 все состояние. Да, то есть состояние нужно отдельно хранить. Спасибо большое за детальное объяснение. Да, то есть состояние нужно хранить как-то отдельно от, ну, оно не должно подхранить отдельно, я понимаю то, что состояние не должно быть связано со временем жизни хаба или какого-то другого сервиса. То есть это можно всегда состояние передавать в этом сообщении. Что в принципе мы и делали. Ну, то есть можно это хранить как часть сообщения, например, передавать. Вот, вроде бы вопросы все, то, что были написаны, я надеюсь, ответил. Вот.